Микс Ньюс Уважаемые кинолюбы, сегодня мы выходим на час раньше, связано это с несколькими обстоятельствами, ну просто потому что сегодня, к сожалению, у нас должны были быть гости, которые вот не пришли, человек заболел, собирались мы поговорить о новом открывшемся в Риге кинотеатре, но я надеюсь, что это все состоится. Ну, кроме этого, радостные новости, у меня есть возможность разыграть два билета на фильм «Джон Уик 3», эта картина, вот одна из премьер сегодняшних, вот этой недели, и, ну, я думаю, что мы сможем провести этот час в таком режиме, в том числе и общение, я буду вам рассказывать новости, в конце концов, о Каннском кинофестивале, о том, какие фильмы в нашем кинопрокате сейчас выходят, о самых ближайших там фестивалях, фильмах Москвы, в Доме Москвы, Дни российского кино, ну и, конечно, ну вот сам вот Каннский фестиваль, очень большая такая действительно тема. Поговорим о том, что смотрят латвийские зрители, какие фильмы самые популярные, ну и в связи с этим я бы все-таки хотел обозначить тему вот нашего и такого интерактива, А по итогам этого интерактива, как раз просто ткнув пальцем в список, я кому-то два билета на фильм «Джон Уик 3» просто подарю, поговорить о том, какие фильмы вы хотели бы, ну, что вас интересует в кинотеатрах, какие фильмы вы бы хотели смотреть в кино, и что вот вам кажется хорошего или плохого в кинотеатрах? Ну, то есть вот что вам нравится и не нравится, может быть, проходы слишком узкие, может быть, там, не знаю, там запах попкорна мешает, тот и наоборот хотел бы, чтобы продавали там и не только вот эти снейки, но там и как что-нибудь еще можно было перекусить. В общем, ну, все пожелания, какие бы вы хотели с кинотеатрами и вообще, что вам нравится и что не нравится в современной системе кинопроката, вы можете звонить и сообщать 67-212-93-9, 67-213-93-9, а также, если хотите, писать на WhatsApp 2-300-6191, 2-300-6191. Что касается вот фильма, на котором мы сегодня разыгрываем эти два билета, Джон Уик, третья часть, конечно, это долгожданная премьера, это одна из таких, ну, я бы сказал, один из фильмов, которых я лично ждал, даже больше, я скажу, чем «Мстители. Финал», хотя, ну, вот «Мстители» вроде бы очень тоже успешно у нас идут об этом позже. Фильм, который снял чат Шталецкий и в котором сыграли Киану Ривз, Холли Берри, Лоуренс Фишборн, Марк Дакаскас и ряд других актеров, то есть это, в принципе, третья уже часть трилогии, которая началась несколько лет назад. И фильм, который был, ну, сначала сделан как такой, ну, достаточно малобюджетный боевик, но эффектный, кровавый, про суперкиллера Джона Уика, мстящего за свою убитую собачку, тем не менее, получил очень восторженный прием. Это вдохновило создателей картины на съемки второй серии, и вот вторая серия получилась с неожиданным поворотом. То есть, если первый фильм был, да, вот, киллер против мафии, там, все как бы достаточно стандартно, вдруг во втором фильме это получило какую-то пространственную глубину. Мы увидели какой-то мир закулисный тайной гильдии ассасинов, которые, значит, ну, практически существуют вот в нашем мире, замаскированные тайные убийцы, и существование некоего места, вот, где объявлено перемирие, где они могут совершенно спокойно, без оружия появиться и вести переговоры. В общем, эта картина еще больше успех получила, и таким образом она породила третью часть, и сейчас выходит на экраны вот третья часть Джона Уика, в которой, ну, нам, как обещают, будут объединены вот истории первой и второй серии. И третья часть должна расставить все на места, открыть фрагменты прошлого Джона Уика, собрать все, что мы видели в первой и второй части. И очень, ну, ожидаемым является этот фильм, там Джон Легуизама играет, там Анжелика Хьюстон, ну, и, конечно, вот, совершенно шикарный актер Иэн Макшейн, который британский актер, он играл в «Пиратах Карибского моря», он, по-моему, «Черную бороду», он лауреат премии «Золотой глобус», но очень характерный актер, он играет как раз-таки, ну, как бы, хозяина отеля, на территории которого вот эти все киллеры, убийцы объявили мораторий на убийство. Ну, я напомню, что после нарушения кодекса этой тайной гильдии убийц Джон Уик получает статус изгоя, за его голову назначена цена в 14 миллионов долларов, ну, и за ним, естественно, гоняется вот за этим кушем, за этим призом армия убийц по всему миру. Судя по трейлеру, уже, ну, появились, конечно, первые трейлеры, совершенно будут сумасшедшие трюки, один из этих трюков, конечно, когда Киану Рив скачет на лошади по, там, какому-то туннелю, за ним гонится толпа каких-то японских якудзо с мечами на мотоциклах. Конечно, это все, ну, очень эффектно, невероятно эффектно снято, и я думаю, что те, кто любит зрелищное, яркое кино, они получат удовольствие. Любопытно, что Киану Ривз долгое время отказывался вообще от съемок в фильмах-продолжениях. То есть, у него был очень неудачный опыт в самом начале карьеры, приключения Билла и Теда, вот у него было воображаемое приключение Билла и Теда, продолжение этой картины. Фильм, провалившийся в прокате, разруганный кинокритиками, и Киану Ривз зарекся сниматься когда-нибудь, когда было, да не было в сиквелах. И казалось, ну, сначала, что действительно это, ну, правило было абсолютно верным, потому что, когда он снялся в фильме «Скорость», было желание у продюсеров снять продолжение, он наотрез отказался. Вторая «Скорость», если вы помните, мне кажется, что ее тут же забыли, эту картину, после того, как она появилась на экранах, там тоже играл Сандра Буллок, но с другим уже актером. В общем, этот опыт показывал, что продолжение, как правило, не получается. Если честно, вот, Киану Ривз нарушил это правило только один раз ради фильма «Матрица», и вот, положа руку на сердце, я бы сказал, что первый фильм отличный, а вот второй и третий не являются, ну, не входят в число моих любимых картин. Хотя, ну, это не провал, но, тем не менее, такого вот чуда уже не произошло, как было с первым фильмом. И вот это, можно сказать, уже вторая трилогия в фильмографии Киану Ривза. Очевидно, это будет завершение истории, я могу так предположить. И фильм, ну, надеюсь, что будет очень хорошо встречен публикой, во всяком случае, есть на это надежда. Также на латвийские экраны выходят еще несколько картин. Я думаю, что им очень будет сложно конкурировать с Джоном Уиком, но в основном это такие, ну, по контрпрограммированию, детские ленты, анимационные. В том числе, вот, «Пушистый шпион» – это фильм для семейного просмотра об избалованной рыжей кошечке, которая только ест, спит и смотрит телевизор. Ну, и она решает покинуть свой уютный дом, и, ну, какие приключения ее ожидают. То есть, ну, в принципе, такое семейное кино для семейного просмотра. Еще вот один фильм ужасов нас ожидает «Играй или умри». Это фильм компьютерной игры «Паранойя», жестокая игра на выживание. Картина тоже выходит вот на этой неделе. Также выйдет фильм «Любопытная ядовитая роза», посвященный звезде футбола, который становится частным детективом. В его руки попадает, казалось бы, простое дело пропавших без вести, но оказывается, что в этой череде жестоких преступлений замешана и его дочь, которая давно бесследно исчезла. В этом фильме, кстати, очень хороший актерский состав. Вот «Ядовитая роза». Там играет Джон Траволта, Морган Фриман. Там появляется после долгого перерыва Брэндон Фрайзер, актер, который получил популярность по первым фильмам «Мумия». Кстати, на третьей, по-моему, картине все и закончилось. И там сыграла еще Фамки Янсен. Это была актриса, которая была девушкой Бонда, ну, точнее, такой главной злодейкой Бонда, которую он побеждал и в постели, и на поле боя. Это из фильма еще с Пирсом Броснаном, по-моему, «Золотой глаз». То есть, ну, с тех пор у нее не было, может быть, таких ярких эффектных ролей, хотя, в общем-то, Фамки Янсен – девушка весьма и весьма симпатичная. Так что на этой неделе у нас довольно много всевозможных таких интересных мероприятий. Ну, а я напоминаю, что вы можете звонить и, ну, говорить о том, что вы, ну, какие бы фильмы вы хотели смотреть. Ваш любимый фильм, вот жанр, я имею в виду, ужасники, фантастика, мелодрамы, комедии. Ну, и попутно, что бы вы хотели, может быть, поменять в наших кинотеатрах, может быть, что вам нравится, не нравится, вот чтобы, что нужно сделать, чтобы вы ходили в кино чаще, может быть. То есть, что вот для этого нужно сделать нашим кинопрокатчикам, чтобы вас побудило прийти в кино, посмотреть, какие фильмы. Российское, может быть, вы хотели бы смотреть кино, американское, европейское кино, ну, чего вот мало показывают на наших экранах. Среди тех, кто, ну, вот, дозвонится, я говорю, мы разыграем два билета на фильм «Джон Уик-3». Вы сможете одним из первых посмотреть эту картину в мультикино. Два билета вы получите, и с Киану Ривзом сможете сходить посмотреть фильм. Что касается российского кино, то я хочу напомнить, что в Доме Москвы совсем скоро, уже буквально через, по-моему, неделю, 21 мая до 29 мая пройдут дни российского кино. Будет очень много хороших новых российских фильмов, причем фильмов, которые получили награды международных и российских кинофестивалей. И этот фестиваль в Доме Москвы откроет фильм «Война Анны». Фильм этот завоевал шесть кинопремий. Он получил премию как лучший фильм 2018 года. И интересно, что он получил как премию «Ника», так и премию, господи, конкурирующую с ней, с «Никой», премию российского кино. То есть это редкий случай, когда вот эти две конкурирующие премии получают одна картина. Фильм этот снял Алексей Федорченко. Картина, ну, она, я бы сказал, конечно, о войне, о Великой Отечественной войне, очень такая, ну, пугающая, страшная картина. Рассказывает она историю маленькой девочки, которой убивают родителей немцы. И она прячется в школе. А эта школа становится комендатурой. Девочка оказывается, ну, как бы в западне. И она прячется, днем она прячется, ночью она выходит из убежища, пытается стащить еду, воду. И таким образом она выживает. И вот эта картина, как взгляд ребенка на войну, она, в принципе, вот одна из таких самых, наверное, интересных картин этого фестиваля. Причем, более того, эту картину представляет продюсер Артем Васильев. И будет, ну, не просто демонстрация фильма, но и, ну, такая творческая встреча, где, может быть, он расскажет о съемках фильма, какие-то интересные факты. Также в рамках этих дней российского кино еще одна очень интересная, ну, вот, еще одна очень интересная картина. Это фильм «Слоны могут играть в футбол». Михаил Сигал, он известен своими рассказами. Картина, которая, ну, вот, состоявшая из, по-моему, новеллана, пронадел очень много шума. И в ней, в этой картине Сигала был такой очень достаточно эротизм невероятный. И «Слоны могут играть в футбол». Это, в принципе, вот продолжение такой вот эротической темы. Многие сравнивают, находят в ней отголоски Лолиты Владимира Набокова, ускользающей красоты Бернардо Бертолуччи, красоты по-американски Сэма Мендеса. Это история любви сорокалетнего уже мужчины, бизнесмена успешного и старшеклассницы. То есть, это такая, ну, вот, как бы история запретной любви или, может быть, ну, вот любви, которая, казалось бы, ну, осуждаема должна быть обществом. Но она, картина, она и романтичная, и в чем-то и ироничная, веселая, ну, сталкивающая вот эти поколения, которые не могут договориться. Социальная драма «Два билета домой». Здесь, я думаю, это будет, прежде всего, интересно посмотреть тем, кто любит актера Сергея Гармаша. Сергей Гармаш сыграл главную роль в этой картине о любви, одиночестве, прощении. И, опять-таки, это, ну, такое достаточно сильное кино, которое, я думаю, ну, поклонники этого актера не пропустят. Очень нашумевший, действительно, фильм, о котором очень много говорили, писали, это военная драма «Братство» Павла Лунгина. Павел Лунгин, вообще, ну, режиссер, честно говоря, такой неудобный. Он снимает фильмы, которые как будто бы вот не укладываются в привычные схемы. Они вызывают всегда споры, дискуссии. Они, даже если вот не становятся большими, не знаю, коммерческими хитами, тем не менее, вот вызывают такой шлейф большой обсуждений, споров яростных. И вот эта картина, она рассказывает, она основана на реальных событиях афганской войны. Фильм многие критиковали, кто-то восхищался. Она вышла как раз на 9 мая в России. И вот буквально через какое-то небольшое время мы сможем ее увидеть на экранах в Латвии. Тоже обращаю я на эту картину вашим вниманием. Кстати, кто пропустил вот фильм «Громкая связь», будет возможность посмотреть и эту картину. «Квартет И. Комический театр». Это ремейк итальянской картины «Полные незнакомцы». Это картина, которая рассказывает об отношениях мужчин и женщин, о тех тайнах, которые мы храним в наших смартфонах, о том, насколько человек может очень и очень легко оказаться в такой роли, если он оставляет свой телефон, открытым, уязвимым. Ну и еще, вот, пожалуй, последняя картина, которую можно будет посмотреть в Доме Москвы в рамках Дней российского кино – это приключенческий фильм «На Париж». Здесь, прежде всего, это, конечно, он привлекает своим звездным составом, потому что в списке исполнителей ролей тут и Дмитрий Певцов, Сергей Маковецкий, Рената Литвинова, Евгений Стычкин, Федор Добронравов, Михаил Ефремов, Эммануил Виторган. То есть я уже просто не знаю, где загибать пальцы. Такого количества звезд в одной картине, честно говоря, я уже давно не припомню. Ну, фильм основан тоже на реальных событиях из жизни танкиста Аса, героя Советского Союза Александра Милюкова. Так, в общем, он рассказал эту историю Станиславу Говорухину. Станислав Говорухин написал сценарий, и по этому сценарию был снят фильм. Так что можно сказать, что это последний фильм Станислава Говорухина. Эту картину представят на фестивале Дни российского кино в Доме Москвы. Артист театра и кино, и, кстати, экс-режанин Кирилл Зайцев. Так что тоже советую обратить внимание на эту картину. Она будет показана на закрытии уже 29 мая. Ну, а еще просто перед самим фестивалем, фестивалем, но вот непонятно, я так и не понял, это в рамках фестиваля или вынесены за рамки. Это фильм «Нуреев. Белый ворон». Фильм, который снял Рэй Файнс. Он же сыграл главную роль наставника, знаменитого танцора советского балета, который сбежал на Запад, сделал фантастическую карьеру. Фильм концентрируется, вот фокусируется с одной стороны. Там есть три сюжетные, в разные сюжетные линии, которые в разное время происходят. Это детство Нуреева и его обучение в тогда вот Ленинграде, в балетной школе. И события, которые происходят в Париже на гастролях. Почему? Почему он все-таки решился бежать на Запад? И это рассказ о человеке, который невероятно любит свободу, на который физически просто не переносит, когда на него начинают давить, указывать, что ему делать. Обладающий, кстати, скверным характером, чего не скрывает Рэй Файнс в этой картине. И я просто снимаю шляпу, потому что вот Рэй Файнс снял эту картину с русскими актерами практически на русском языке. Только некоторые сцены в Париже, ну, там, на английском и на французском языке происходят. И где-то, ну, процентов на 70, если не на 80, фильм на русском языке. Поэтому во время его просмотра, ну, никаких не должно возникнуть у вас, я понимаю, проблем. И сам Рэй Файнс не отказал себе в удовольствии сыграть наставника, учителя в Нуреево, педагога балетного искусства, наставника, которого звали Александр Пушкин. Вот не удивляйтесь, не думайте, что это какая-то клюква, что, ну, сразу вспоминаю, там, Пушкина и Гоголя, генералов из Бандианы. Это действительно реальный, реально существовавший человек, очень воспитавший не только Нуреева, но и еще одного, кстати, невозвращенца, Михаила Барышникова, нашего рижанина, экс-рижанина. И, кстати, вот по слухам Михаил Барышников не очень был доволен тем, как Рэй Файнс сыграл этого персонажа. В фильме, кстати, играет там Чулпан Хаматова, много других актеров. Ну, наверное, вот мы сейчас ненадолго прервемся, после чего продолжим программу «Синема». Ну что, друзья, вот кто хочет сходить на фильм «Джон Уик-3», давайте с вами, может быть, сейчас как раз-таки и узнаем. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Я переформулирую, может быть, вопрос, это будет, скорее, опрос, вот опрос, в котором вы можете поучаствовать и выиграть два билета на «Джон Уик-3». В какой кинотеатр вы ходите и почему? Вот звоните, рассказывайте, и у вас будет возможность выиграть два билета на фильм «Джон Уик-3». В какой кинотеатр вы ходите, почему, чем вас привлекает именно этот кинотеатр? Может быть, попкорн самый вкусный, может быть, не знаю, близко от дома, может быть, фильмы там интересные показывают лучше, чем в других кинотеатрах? Звоните, 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. «Джон Уик-3» – у вас есть возможность выиграть два билета в мультикино и сходить посмотреть эту картину. Если говорить о... Вот, у нас начались звонки. Здравствуйте, доброе. Добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. Как зовут вас? Меня Павел зовут. Павел. Ну, вот в какой кинотеатр ходите и что с... почему? Вот я как раз и хожу в мультикино, который вот эрегоплазов, соответственно. Да. Мне там больше всего нравится, там есть вид места. Вид места с большим... Да, там вот возможность есть усесться там поудобнее. То есть, ну, они же дороже стоят. Ну, там буквально 1 евро, честно говоря. Зато очень комфортно. Я человек высокий, метр девяносто. Мне, конечно, очень удобно, комфортно. И в эти ноги. Да, а еще один момент очень важный для меня. У меня есть автомобиль, соответственно, около мультикино. Можно встать, поставить машину. Конечно, в центре риги это очень сложно сделать. Да. Ну, и там, по-моему, бесплатно, да, парковка? Да-да-да-да-да-да-да. Там бесплатно парковка. То есть, в общем-то, вот эти два главных пункта. Парковка и хорошая вид миссия. Спасибо. Спасибо большое, Павел. Я записал ваше имя. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Если есть кто-то, кто хочет еще составить Павлу конкуренцию, компанию, в какой кинотеатр вы ходите и почему, звоните. А я пока, наверное, расскажу немножко о 72-м, по счету, Каннском кинофестивале, что там сейчас происходит. Картины, по-моему, 20 картин в основном конкурсе. И, пожалуй, ну, самые такие, вот уже вчера было открытие, показали в фильм «Открытие» Джима Джармуша «Мертвые не умирают». Это черная комедия. Американский кинорежиссер с большим количеством звезд. Билл Мюррей, Хлой Савиньи, Адам Драйвер. Они играют полицейских. Ну, и Тильда Свинтон еще появляется в фильме. Она сыграла роль инспектора Морга. Также, ну, понятно, что уже который год, по-моему, второй год подряд, не берет Каннский кинофестиваль, не показывает в конкурсе фильмы Нетфликса. И это тоже вызывает, ну, там, споры, куда идет кино, что, почему. Здравствуйте. Алло, сорвался звонок. Ну, во всяком случае, вот, Netflix, фильмы, которые показывают на этой платформе, они не могут принимать участие, потому что Сири Фремо заявляет, что должен обязательно все-таки этот фильм, который принимает участие в конкурсе, быть показанным на больших экранах. Его должны смотреть люди именно в кинотеатре, а не по телевизору. Здравствуйте. Добрый день. Добрый, добрый день. Пожалуйста. Меня зовут Антон. Антон. Очень приятно. Да, по поводу кинотеатров. Мне, я, в принципе, тоже из-за удобства во многом, ну, на такие коммерческие, можно сказать, фильмы или широкого проката в мультикино больше хожу. Там и в плане самого кинотеатра мне нравится, расположение, парковка и все остальное. Но и, вот, скажем, когда какие-то фестивали происходят, в Splendid Palace мне тоже очень нравится сама атмосфера, и там такие интересные периодические фильмы показывают, которые на больших экранах не так часто, наверное, встретишь. Ну, вот в мультикино вы знаете, что там тоже бывают какие-то, ну, интересные ночи кино, там, например, там... Да, да, я вот посещал, мне нравится, когда, ну, происходит периодически на очкино, я тоже тогда несколько раз уже был. Мне такие акции, можно сказать, очень нравятся, ну, что-то необычное в этом плане, чего раньше в других кинотеатрах, наверное, нету. Большое спасибо, Антон. Я записал ваше имя, вот у меня уже две бумажки, два прецедентного фильма «Джон Уик 3». Если хотите, звоните в 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, в какой кинотеатр вы ходите, почему? Вот объясните, что вас привлекает именно этот кинотеатр. Ну, и продлится Каннский кинофестиваль до 25 мая. Я напомню, что возглавляет судейскую команду мексиканец Алехандро Гонзалес Инья Риту. И вот интрига в том, что именно фильм Инья Риту «Выживший» принес долгожданный Оскар Леонардо Ди Каприо. А Ди Каприо, в свою очередь, является, ну, главным исполнителем главной роли в фильме Квинтина Тарантино, который будет показан в рамках как раз-таки Каннского кинофестиваля. И вся интрига, конечно, в том, что, ну, «Однажды в Голливуде» называется эта картина. Там играют и Брэд Питт, и Марго Робби, и Леонардо Ди Каприо. Рассказывают, что навеянная была идея этой картины покойным Бертом Рейнольдсом. Брэд Питт играл, ну, играет каскадера, который заменяет на трюках голливудского актера. И, в свою очередь, играет, ну, Ди Каприо. Ди Каприо играет, звезда играет звезду. Марго Робби исполняет роль Шерон Тейт, трагически погибшей. Ну, это все вот происходит в 69-м году, когда банда Чарльза Мэнсона совершила убийство в доме режиссера в Поланске. И вот одной из жертв была его жена, супруга Шерон Тейт, известная голливудская актриса. Ну, это все вот происходит попутно вот в рамках этой картины. Фильм еще, ну, естественно, никто не видел. Квинтин Тарантино завершил буквально вот тютелька в тютельку монтаж этой картины. Сидел в монтажной днями и ночами ночевал, чтобы успеть к конкурсу Каннского кинофестиваля. И, конечно, в общем, все до последнего момента не знали, будет эта картина представлена или он не успеет. Все успел. Официально, по-моему, она выйдет, если я не ошибаюсь, в конце июля или в августе на киноэкраны. Но вот ее дебют состоится в Каннах, на Каннском кинофестивале. Ну, кстати, вот если говорить про совпадение, то есть интересное дело в том, что покажут эту картину однажды в Голливуде во вторник 21 мая. И это будет ровно 25 лет после премьеры культовой ленты Тарантино «Криминальное чтиво». Его второй фильм, который принес Квентину Тарантино всемирную славу, обожание, восторг и в том числе «Золотую пальмовую ветвь». Тогда, если вы помните, в 1994 году он обошел Никиту Сергеевича Михалкова с его «Утомленными солнцем». И Михалков был очень и очень расстроен. И затем уже они столкнулись на «Оскаре». Но, правда, там они были в разных совершенно категориях. Фильм «Михалков. Утомленный солнцем» получил все-таки «Оскар» как лучший иностранный фильм. А Квентин Тарантино получил «Оскар» как лучший сценарист. Но как лучший сценарий, автор лучшего сценария за фильм «Криминальное чтиво». Сейчас он будет представлять фильм «Однажды в Голливуде». Ну, вот это такое 25-летие. Говорят, что приедет в Канны Сильвестер Сталлоне, будет промотировать свой новый фильм «Рэмбо 5». «Последняя кровь». Приедет Мел Гибсон, который сыграл Санта-Клауса в комедии «Толстяк». Что еще из таких скандалов больших? Должны вручить почетную золотую пальмовую ветвь Лену Делону. И вот феминистское движение, я сейчас уже не помню, как оно называется, выступило категорически против. И стало стыдить жюри Каннского кинофестиваля и Террифриа Музаэта. Здравствуйте. Здравствуйте. Тоже хотел бы в конкурсе получать. Пожалуйста. На Джона Вика. Как вас зовут? Меня зовут Эдгар. Да. Я иногда хожу в Рига Плаза, иногда в Мультикино. Ну и по поводу того, что действительно там самые удобные парковки. Или если, скажем, после фильма или перед фильмом сходить куда-то покушать, пробирать там с друзьями, со другом. Со другой. Подождите, Рига Плаза и Мультикино, это же одно и то же. Нет. В Рига Плазе и в, как его, в Альфе. Ну, в эти два кинотеатра. А, ну вот. Ну, в Рига Плазе как раз находится Мультикино, а в Альфе находится Синамон. Да. Перепутал. Ну, вот. Ну, да. Да, кстати, в Рига Плазе там вот рядышком очень большой выбор всевозможного, ну, можно сказать так, фастфуда. То есть там и всякие снеки, там и эти супы, там и всевозможные кебабы, пиццы. Кебабы, пиццы, да. Как бы с этой точки зрения интересно. И плюс еще там в воллинге можно всякие стрелялки поиграть в видеоигры. Это тоже так, плюс-минус. Да, тоже очень неплохо. В детстве вспоминается, когда эти компьютеры только что появились. Спасибо. Так. Хорошо, спасибо. Я записал вас, Эдгар, тоже на бумажку. Спасибо. Вот сейчас будем тянуть. Потом я перемешаю все эти бумажки. Вот. Ну, и интересно, что, значит, ну, вот я говорил о скандале, он связан был с тем, что собирались выдвинуть, ну, и выдвинули Алена Делон, он должен получить награду. И Тири Фремо даже пришлось оправдываться, потому что Алена Делон заклеймили как сексиста, гомофоба и расиста, по-моему, так. В чем была причина? Дело в том, что, ну, Алена Делон, во-первых, конечно, большой поклонник женщин, он в своей жизни, конечно, там, пользовался, ну, невероятным успехом у женщин, и он, ну, высказывался довольно критически по поводу вот этой всей, ну, кампании против Вайнштейна, против всех. Здравствуйте, добрый, добрый день. Здравствуйте. Как зовут вас? Сигния. Сигния, вы тоже хотите поучаствовать в розыгрыше на Джона Уика? Сигния, куда вы пропали? Перезвоните тогда. Хорошо. И он высказался достаточно критично, ну, вот по поводу того же, когда, ну, начались кампании, что обвиняли там продюсеров, что они приставали там откровенно к актрисам. Ну, и вот он говорил о том, что, ну, красивые женщины, конечно, как же там с ними не пофлиртовать. То есть, ну, в принципе, не то, чтобы он совсем, ну, мне кажется, что тут было даже передергивание, он не оправдывал там Харви Вайнштейна. То, что он, там, не знаю, расист, я понимаю, что он просто, как и Бриджит Бордо, там был обеспокоен наплывом мусульман во Францию. И поэтому, ну, вот он, актеры, там, скажем, старой школы, они высказывали, ну, откровенное недовольство политикой Евросоюза, которая открыла эти шлюзы и дала возможность приехать, получать пособия, жить на эти пособия и совершенно не считаться там с культурой коренных европейцев, которые, кстати, платят налоги, из которых вот выплачиваются эти пособия. Ну, то есть, в принципе, ну, если так разобраться, абсолютно нет ничего там такого прямо, ну, ужасного в этих высказываниях Олены Делона. Он, ну, немножечко, да, он, да, действительно любил и любит поближать о том, что раньше кино было лучше и вообще трава зеленее. И, в принципе, Терри Фремой самое унизительное. Мне пришлось чуть ли не оправдываться перед этими феминистками, оправдываться, ну, в духе, там, не знаю, чуть ли не 37-го года, там, когда говорят, вот вы там не придерживаетесь линии партии, опортунист, троцкист, и человек там прямо вот бледнеет, краснеет, да вы что, да нет, да я. И вот, ну, какая-то была очень-очень некрасивая сцена. Я очень надеюсь на то, что все-таки Олен Делону, он будет удостоен этой награды Каннского кинофестиваля, потому что, ну, я не знаю человека более, там, достойного такой награды, если говорить о французских актерах, чем Олен Делон, живая легенда кино. Ну, и еще очень, да, российское кино будет представлено в фильмом «Теснота», не, в фильмом «Дыл», да, это спродюсировано Александром Роднянским «Теснота», это была прошлая работа Кантемира Балагова. Она будет показана в программе «Особый взгляд», история о молодых девушках, которые возвращаются с фронта в 45-м году и пытаются начать мирную жизнь. И еще одна такая очень, ну, картина из основного конкурса, который очень ждут и который надеется, что будет пользоваться, ну, один из претендентов. Это фильм Педро Альмадовара «Боли слава». Там играют Антонио Бандерас и Пенелопа Круз, причем Бандерас снимался 8 раз, у Альмадовара Пенелопа Круз 6. И, в принципе, с фильмов Педро Альмадовара и начались их актерские карьеры очень стремительно. И самое интересное, что Бандерас сыграет сына Пенелопа Круз. Не пугайтесь, они сыграют мать и сына, потому что действия разворачиваются в разное время, и я так понимаю, что в одном кадре вряд ли они встретятся. И еще один фильм, ну, вот «Ксавье Долана», «Матиас и Максим», это из основного конкурса. «Ксавье Долан», он очень активный участник конкурса, он получил уже 4 награды Каннского фестиваля, почти там каждый год он увозил какие-то награды. Его фильм «Мамочка» получил приз жюри, это всего лишь «Конец света», вот три года назад получил приз экуменического жюри и гран-при фестиваля. Ну, и Терренс Малек, его фильм «Тайная жизнь», это Терренс Малек, ну, он имеет статус живого классика кино, у него 2 каннские награды, в 79 году за одни жатвы, а в 2011 году его такой, ну, странный действительно фильм «Древо жизни», получил золотую пальмовую ветвь. И он очень редко снимает кино, у него были огромные перерывы, там чуть ли не 20 лет он не снимал вообще фильмы, и он снял трехчасовое такое историческое полотно об австрийце Франце Эгерштеттере, который отказался служить в нацистской армии, был казнен в 1943 году. В этой картине, ну, вот главную роль сыграл Аугуст Диль, но там также были заняты Матиас Шонартс, Юрген Прохнов, Микаэль Ньюквист и Бруно Ганс. И вот для Ньюквиста и Ганса эти съемки в этом кино стали последними, ну, вот Бруно Ганс, он скончался как раз в 2019 году, и Ньюквист умер еще в 2017, по-моему, году, но съемки фильма, вот как раз-таки Терренса Малека «Тайная жизнь» начались 3 года назад, он очень медленно снимает кино, и поэтому эта картина вот донесет до нас, вот знаете, как «Свет далекой звезды», говорят образно, донесет до нас работы этих двух уже, к сожалению, ушедших из жизни актеров. «Рокетмен», кстати, это тоже, это картина, которую очень ждут, она скоро выйдет на экраны в Латвии. Это биопик Элтона Джона. Я напомню, что режиссер этого фильма, Декстер Флетчер, он доснимал «Богемскую рапсодию», и эти картины чем-то, ну, вот, похожи «Богемской рапсодии» и «Рокетмен», и если вам понравилась «Богемская рапсодия», я очень надеюсь, что вам понравится и «Рокетмен». Так, ну вот из бумажек я выбираю одну, и сегодня у нас Джон Уик, Павел, Павел, пожалуйста, перезвоните по номеру 67001027, два билета на третью часть Джона Уика вы получаете. Спасибо вам за участие, всем, кто дозванивался. Это был Олег Пека и программа «Синема».